Здравствуйте друзья пчеловоды. Тема сегодняшнего ролика как облегчить свой труд при распечатывании сот. Я несколько лет, а может и подряд десяток лет распечатывал таким образом. Вот специально у меня такой тазик. Брал рамочку, подстраивал его, распечатывал, чтобы туда капало, потом поворачивал, рамка крутится, скользит, руки как правило надо держать, они перемазаны, перепачканы. Переворачиваю, чтобы самое начинается скольжение. Долго-долго это все длилось. Так просто можно сделать себе конструкцию, которая в десятки раз облегчает свой труд. Показываю. Ложим пленочку, на случай если будет капать, потом можно пчелкам эту пленку отдать. Ставим мое приспособление. Эта конструкция специально сделана для распечатывания как додановских рам, так и 145 магазинную рамку. Сейчас покажу, насколько это удобно и как несложно ее сделать. Сначала покажу, как это удобно, чтобы поняли, что есть смысл дальше показывать. Можно задать вопрос, почему без меда показываешь, не распечатываешь, потому что во время распечатывания и откачки, как правило, у оператора, вернее помощника и у меня руки в меду. Аппарат руки не возьмешь, это понятно. А каждый раз мыть руки и потом снова это включать, это не работа. Поэтому я показываю просто на сотах. А распечатывать там техника, вы все в курсе, это несложно. Конструкция предусмотрена так, чтобы рамка ложилась четко, как она в улей ложится на плечике. Вот расчет ширины этой сделан именно так, чтобы рамка, плечики ложились сюда. Оставался зазор для того, чтобы рамку легко было снимать и ставить. Далее, чтобы рамка не касалась предусмотренной для магазинной планки, соты не касались и не повреждались, здесь прибивается 10-милитровый брусочек, который нижний брусочек отводит от рамки. Но он должен быть прикреплен так, чтобы брусочек только-только-только, чтобы сот не касался, чтобы нижнее основание рамы ложилось именно на этот брусочек. Это сделать элементарно. Посмотреть, отметку сделать, вот она, пожалуйста, легла. Легла, и у нас при касании сот к нашей конструкции нигде нет. Поворачиваю. Здесь тоже получилось, что рамка эта планочка удалила от сот. Повреждать мы не будем, конкретно додановскую рамку. Но это же имейте ввиду, что она без плечиков, и то близко. А теперь я положу с плечиками, так, и посмотрите, какое у меня расстояние получилось. Вот теперь смотрим снова с этой стороны. Вот зазор. Зазор где-то миллиметров 10 получился, до сот. Если с плечиками и без плечиков, никаких проблем тоже нет. С плечиками, конечно, лучше, это понятно. Но это рамки старые, выбрасывать не хочется, они крепкие, долго мне служили верой и правдой. Эти соты на переплавку, понятно. Это просто мы для экспоната их, для экспозиции показываем. Так, на сколько вот поставил я? Значит, угол делается ровно 45 градусов. Я пробовал разные варианты. Делать 30-35. Значит, если сделать угол острее, ну капать будет больше, это понятно. Дальше, если сделать более тупой угол, к примеру, там не 45, а 50-60, то вам неудобно будет делать распечатку. То есть вот этот угол руки, угол рамки. Для распечатывания у меня много всяких приспособлений. Пробовал таким валиком, вы знакомы с таким валиком, но он портит соты, потому что он же не конкретно попадает на ячею, попадает на перемычки, раздавливает их, рамка обезображена, и пчелам долго восстанавливать эти соты. Если снова ставим их в работу, то это лишняя работа. Распечатывал я таким какое-то время, затем купил пошире, выгнутый, более удобный. И последняя я пользовался. Вообще прекрасная штука. Значит, она, вот этот угол у него регулируется для того, чтобы захват запечатки. Можно меньше брать, можно больше. Получается, что планка эта у нас, это все с нержавейки сделано. Планка скорзит легонечко по сотам, не надавливая. А эти не круглые у нас, а слегка расплющенные и очень острые. Нам стоит просто вот так легонечко проводить, она подрезается, подбирается запечатка и с этой стороны выходит. И ты аккуратно ее ложишь в отдельную посуду. И так и далее. По всей плоскости быстро. Если вы работаете ножом, мешать она не будет. То есть ставите на край, ножом подрезаете как угодно. Многие пользуются ножом таким. Широкое лезвие, острое. Так же и здесь. Рукам ничего не мешает. Теперь показываю магазинную рамку. Может ли это в конструкции и работать с магазинной рамкой? Естественно может. Почему? А потому что имеется именно на 145 рамку вот эта планочка. И она рассчитана ровно. Вот я ложу раз, она улеглась. И планочка ложится только вот за верх, опирается на нее. Соты не касаются. Вот можете заснять, посмотреть. Вот она. Все свободно. Распечатал, перевернул. Распечатаю и дальше. Очень удобно. Просто. Не нужно ее двигать, не нужно придерживать. Руки будут чистые. Не совсем, как все равно, конечно, выпачкаешь. Но уж не так, как после каждой рамки приходилось руки мыть. Я могу вообще ее не держать, а спокойно снимать. И убирать запечатку. В сторону, куда угодно. Можно, чтобы она падала сюда. Это разницы нет. Это у нас 145. Так, Додановскую я вам показал рамку. Все просто. Главное, в этой конструкции главное рассчитайте так, чтобы у вас нижний брусочек рамки опирался именно на вот этот десяточка брусочек прибит, для того, чтобы рамку отводить от этой планочки, которая рассчитана на 145. И в какую бы, пусть она без плечиков, с плечиками у нас все равно зазор. Вот. Вот он, виден, зазор. Соты не коснутся. Даже бывают раздутые соты, все равно она не достанет. Но это удобная штука. Просто где мы были раньше, если честно сказать. Облючит этот труд. Сейчас я вам покажу более поближе, как ее сделать, с какого материала. Во-первых, сразу говорю, все это очень просто. У меня ушло на это в пределах часа. Берется брусочек, этот брусочек должен быть потолще. Ну, понятно, для чего. Для того, чтобы плечики ложились сюда. Видно, четко, да? Одно, а второе, он придает конструкции жесткость, и крепить его. Я на шурупы вот сначала просверлил, чтобы не расколоть, это понятно, двоечкой сверлышком. Потом запустил сюда саморезы, шурупы. Не саморезы, а шурупы. А с этой стороны их обрезал болгаркой. Все лишнее. Получилось, она уже без этого крепежа получилась жесткая. Но боковую планочки я сделал специально, чтобы навсегда это была конструкция, раз она удачная. Остальное для того, чтобы все было легенькое. Миллиметров 10. Толщиной вот эти планки. Шириной тут где-то 30-35 по всей конструкции. Выше длина, вот это важно, да. Сейчас я вам покажу длину. Для того, чтобы у вас оставалась свобода от рамки для руки, чтобы не мешать рука стола не касалась. Ну а сама рамка у нас понятно, что это 130-е. То есть, ну, 300-е. Так. И сантиметров тут у нас, что у нас остается до стола где-то сантиметров 12-13 сантиметров должно быть свободно вот это пространство. Для чего? Если вы будете работать ножом, ну, для руки, чтобы это было свободно. Дальше. Любой другой распечаткой, это понятно, у распечатки есть ручка. Поэтому опускать надо, чтобы свободно было. Хоть в любой точке у меня будет свободно. Это вы поняли. Значит, 300 плюс 12 сантиметров получается 42-43 сантиметра. Это ж рейка, которая более толстая. Толщина у нее где-то 25-ка. Для того, чтобы верхний брусок рамки опирался на нее четко, ложился как дома. Значит, вот эта деталь, вторая планка для додановской рамки, также закреплена на расстоянии 300, но на нее, я уже говорил, что наложено 10-миллиметровый брусок. Вот он. Без него нельзя, потому что у вас будет повреждаться сотый. Она как раз, вот идеально, сейчас без сот, можете увидеть. Подведи близко и покажи. Вот она легла, ровно, ровно, ровно. Видите вы, что планочка четко улеглась по всей длине, ни выше, ни ниже. Если вы сделаете ниже, значит у вас нижние соты будете повреждать. Выше то же самое. Поэтому все под обрез. Когда будете крепить вот эту планку для додана, рассчитайте так, чтобы можно было сделать вот этот еще брусочек, закрепить вверху. Эта планка так же, как и внизу. Дальше. Рамка делается очень просто. С этих же планочек, которые по всему корпусу идут, мелкими гвоздиками. Делайте правильный прямоугольник. Это понятно, надо замерять конкретно, потому что к этому надо отнестись серьезно. К углам, расстояниям и прочее, прочее. То есть контролировать каждый миллиметр. Тогда у вас все получится. Так, что я еще вам не показал. Она уже была, в принципе, жесткая сама конструкция. Но я сделал боковые стоечки для того, чтобы совсем было хорошо и крепко. И надолго, надолго. Так что я себе труд считаю, что облегчил. Продают столы для распечатки, конечно. Слов нет. Но вот эта конструкция мне обошлась, может быть, в один доллар. Может, в два. А там надо солидная сумма. У пчеловода и так расходов достаточно. Без распечаток сот. У нас тогда будет нерентабельный мед в таком случае. Если все вот эти вещи так дорого покупать. Другое дело, когда промышленная пасека, там несколько сот домиков, там, естественно, можно и купить. Но небольшие пасеки лучше сделать самому. Это не сложно. Я надеюсь, что вам все объяснил. Если вас интересуют конкретные размеры, я могу сразу сказать, вот эту часть, ее не надо делать вообще длинной. Она у меня 32 сантиметра, вот эта боковая планка. Ширина для упора вот этого, для жесткости упора, 32 сантиметра или 320 миллиметров. Здесь, естественно, угол 45 градусов. Этот угол идеальный для того, чтобы работать. Не держать рамку, не держать эту конструкцию, потому что рамка с медом тяжелая. Ее держать не надо, она вверх не поднимется. Поэтому я пустой так легко манипулирую. Так, что я еще вам не показал? Вот эта высота, в принципе, она же исходит из угла 45 градусов. Поэтому здесь конкретное расстояние не важно. Это уже по месту будете. Эту вам длину сказал. Ширина понятна, что умещаться должна рамка. И плюс миллиметров по 6, по 8 должно быть сбоку. Для чего? Чтобы свободно это делать, не прицеливаться, чтобы вставить рамочку. Это тоже понятно. Поэтому эти размеры уже не важны. Вот эта ширина. Ширина будет зависеть какая у вас планка будет. Может она у вас уже будет. Но я сделал именно вот она у нас 40 миллиметров. Для того, чтобы двумя скрепить его шурупами или винтами. Я сначала планировал вообще без стоек. Жесткую. И нижнюю делать жесткую, такую толстую. А потом решил, что это совершенно ни к чему. Она и так будет достаточно крепкой. Конкретно что-то, может какой-то размер кому-то непонятен. Этой штуки. Пожалуйста, в комментариях задавайте вопросы, я вам отвечу. Безусловно, я всем отвечаю. К моим подписчикам, кто интересуется. Но я вам советую. То есть сделать это недолго и дешево. Но насколько вы обречите свой труд. Вот у меня и все, друзья пчеловоды. Удачи вам и в меда, и всего остальное. Всего доброго вам. Подписывайтесь, пожалуйста. Кто не подписан, ставьте лайки. Пишите замечания, предложения. Задавайте вопросы. Я с вами всегда. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok